всем привет с вами ted и в сегодняшнем видео вы узнаете две вещи первое как играть за протаса с одной базы и вторая зачем вообще это делать почему нужно с этого начинать и не забывайте что это часть обучающей серии один из шагов вот так что предлагаю сразу поехать в принципе к делу и смотрите внимательно и до конца вот начинаем матчап у нас pvp и собственно начну с того как вообще вот нужно тренироваться чтобы выйти в мастер лигу поднимать скилл и начинать именно с 1 базовых алленов а почему именно с 1 базовых в основном это очень круто описано в моем видео который сейчас предложечки вы можете посмотреть но вкратце скажу вам так что если вы будете играть длинную игру будете много неправильных навыков тренировать то время как сокращая время игры вы будете за более короткий промежуток времени отрабатывать более ключевые навыки которые реально помогут вам побеждать вот и собственно переходим к первому билду которая предлагаю вам тренироваться как и в дальнейшей серии то есть я буду объяснять какие-то принципы которые вам нужно именно следовать на которые нужно обращать внимание в конкретно текущей части то есть самые основные вещи и так следуя шаг за шагом вы сможете прийти к шагу номер 10 где вы будете знать уже все про протосов все матчапы уже все можете потренировать то есть самое главное правило не забывайте посмотрели видео потренируйтесь то что через три дня выйдет следующий все поехали получается основные правила оставляем естественно всегда строим пробок без остановки практически до нужного времени затем пилоны и на сдачу уже производящие здание вот смотрите начинаем и получается с пилон гейт газ я открою таблицу production мы здесь видим синего тоса вы в любой момент видео можете в принципе нажать на паузу и нажав на паузу вы можете посмотреть лимит тайминг который ставится здание себе выписать билдочек на листочек если надо но в целом все это достаточно просто понятно и вообще можете экспериментировать главное уловить суть что самое первое мы должны раскачать свою экономику и здесь мы будем играть без разведок то есть максимум мы вот так вот выходим посмотреть чтоб нас не фатонили потому что это pvp не паримся где мы ставим здание в начальном нашем пути это не важно нам важно лишь следить чтобы у нас тратились бусты видите же 2 boost кинулся строились пробки сразу же кибернетка у нас по итогу 2 гейта кибернетка это будет на самом деле оптимальный опенинг для новичков то есть потом второй пилон нас идет на 22-21 лимите примерно и достраиваем максимум от 19 пробок на минералы больше не надо но 19 принципе еще раз будут приносить какой-то вам именно инкам минеральный вот начинаете к примеру с адептов и сразу же ставите роба если кто был внимательным я вначале закал сталкеров и отменил потому что таким образом я могу быстрее поставить роба на то есть сталкер дороже по газу чем адепт если мы откроемся в адептов мы быстрее поставим роба то есть это все на ваш так сказать ваше усмотрение но главная суть ваша задача на этой части внимательно строить чтобы все работало вот прям без остановок до вот этой вот экономики 19 3 3 вы раскачиваете без остановок вы попытаетесь не попадать в соплай блоки и гейты тоже вот они стали они сразу начали работать вот вышли два юнита следующие идут ставим батарейку потому что есть минеральчик но это опять же не критично главное опять же тратить минералы то есть не хотите батарейку ставить поставьте гейты смотрите достраивается роба сразу идет иммортал мы его сразу же бустим вот эти два юнита достраиваются сразу идут еще два новых у нас все просто без остановочность здесь мы конечно попали в легкий соплай блок скажем так бывает сразу запасной пилон еще один иммортал и в принципе вот он вот такой вот примерно геймплан у вас должен быть когда вы начинаете играть просто ознакомьтесь с кнопками привыкните использовать контрольные группы добавлять постоянно вышедших юнитов контрольную группу чтобы у вас она была постоянно готовая и для этого вам нужно всего два гейта и роба заметьте вам не нужен третий гейт потому что цель вашего как билда будет в том чтобы продолжать потом производство из роба то есть мы не остановимся нас будет идти после двух имморталов призма и observer мы будем постоянно варпать мы будем постоянно что-то строить то есть сейчас вот мы будем варпать и строить заказывать еще одного иммортала цель билда на в чем начало мы следим за базой и полностью ее контролируем следим за всем чтобы все было хорошо на пятой минуте приходим и нас должно быть почти 70 лимита у соперника под базой до 2 иммортала призма заказом 3 иммортал но он входит в часть этого почти 70 лимита и собственно сюда мы продолжаем то есть наша задача продолжать варпать продолжать строить сморталов и драться то есть настолько насколько у вас хватит сил в принципе нету цели прям вот это пойти и отдать у соперника да нету цели даже выиграть я бы так сказал есть цель продолжать вот это производство чтобы вы здесь во время сражения к примеру вот она у вас идет 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 продолжали варпать и как только у вас выходит иммортал это слышно по звуку это видно вот здесь вот слева в панельке что есть типа ой-ой-ой выходит иммортал вы заказываете следующего до контрольной группой важно поддерживать производство все таким образом вы тренируете именно свое производство за протаса важнейший скилл который поможет вам принципе подниматься все дальше вы естественно сможете выиграть соперником либо не сможете да то есть но в этом вся суть вам не нужно пытаться прям 100 процентов его выиграть а мы перейдем сейчас к 2 вариации этого билда а если быть точнее не к вариации а просто ну не билда а просто к другому билду если быть точнее мы идем в однобазовый алын опять же логика остается той же мы играем без разведки мы в принципе я сейчас мотаю делаем визуально то же самое вот единственное что в этой игре мы откроемся в старге это не в роба и сделаем старгейт в прокси что нам дает прокси прокси нам дает возможность того что наши все юниты из роба или из торги то будут приходить раньше на базу соперника я вот вам рекомендую поэкспериментировать с двумя стилями сначала научитесь просто с базой играть потом если что тренируйтесь ставить прокси потому что но с прокси более критично когда вы контролируете производство вам сложнее это сделать то что у вас экраны уже контроля разделяются вот и ставим старгейт 2 адепта чтобы это сделать кстати заметьте мне пришлось чуть раньше на к наполнить минеральной газы вот здесь я не буду до 19 добивать делаем 2 адепта еще 2 начинаем делать вайдрейф здесь я подошел пробочкой поставить пилоны батарейки но это не критично не обязательно то есть все можно делать так же как и в прошлой серии просто приходить и просто драться то есть можно приходить раньше позже самое главное вот если вы пришли так вот раньше запоминайте самое главное в старкрафте что что если вы построили юнита он должен жить он должен приносить какой-то кпд нельзя построить подраться и умереть это если вы построили вайдрея не нужно отдавать его на мариках нужно его спасать аккуратно драться учитесь и драться аккуратно не отдавать юнитов каждой замесе налево до направо как говорится и все и у вас будет все нормально получаться будете побеждать спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что это серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед